Добрый день, Алексей. Мы продолжаем обсуждать те партийные проекты партии «Единая Россия», которые были заявлены на недавно состоявшемся съезде в Москве. Сегодня хотелось бы подробнее остановиться на двух из них. Это «Наш двор» и обустройство парков и скверов. Что касается партийного проекта «Наш двор», то в федеральном бюджете на его реализацию заложено 20 миллиардов рублей. Уже известна цифра, которая определена для Архангельской области? Да, в принципе уже Министерство строительства Российской Федерации распределило деньги. 240 миллионов нам выделено, около 240 миллионов. Теперь наша задача определить софинансирование этого проекта, обязательное для заключения соглашения с Министерством строительства. Поэтому 15 февраля на сессии областного собрания мы примем решение о софинансировании этого проекта. И общая сумма будет около 280 миллионов, которые мы в Архангельской области должны реализовать в этом году. Вот ливиная часть этой суммы пойдет на областной центр или как-то планомерно будет распределяться по всем муниципальным образом? Вы знаете, здесь больше зависит от активности жителей. Потому что насколько жители наших дворов и подъездов, на это определено в основном эта сумма, будут активны в своих заявках, которые они должны будут подать в муниципалитеты, наши активно партийные организации, которые будут помогать эти заявки делать нашим жителям, тогда это будет все-таки конкурсная основа. Вы понимаете, что даже 280 миллионов для нашей области, для города Архангельска, Севердвинска, Котласа, это не очень большая сумма. Но это не значит, что это прекращается. Это же будет и на будущий год. Партия заявила это как на пятилетнем проекте, а не просто на проекте одного года. Поэтому даже если мы будем не успевать, и мы сегодня это уже понимаем, это обсуждали на партийных цике партии, на генсовете, даже если мы будем не успевать какие-то проекты реализовать, то деньги перенесутся, они не смогут потеряться, а перенесутся на следующий год. Потому что задача улучшить состояние дворов, улучшить, потому что мы должны благоустроить места для отдыха, для детей, наши подъезды, подходы к подъездам, постараться максимально сделать для тех людей, которые ограничены в своих движениях. Это пандусы, это правильные подходы. В общем, благоустроить наши дворовые и подъезды в городах, селах и районных центрах. То есть те места, где мы чаще всего бываем. И тем, чем мы сегодня, по сути, свои стоянки автомобилей, которые, может быть, некоторые будут подавать на то, чтобы благоустроить стоянку. Потому что у нас дворы заняты, стоянки даже невозможно подъехать и даже почистить. А тут, когда снег выпал, даже невозможно и приехать. Мы говорим о скорой помощи, говорим о других вещах, в которых нужно срочно что-то сделать. Поэтому, конечно, вот это нужно посмотреть. Надо посмотреть. Конечно, все сразу мы не реализуем. И не надо на это говорить, что мы тут все сразу за один год сделаем. Но при активности наших жителей и при выделении финансовых ресурсов и своевременной работе муниципалитетов, мы многое сделаем. Говоря об активности наших жителей, последние снегопады, которые так буквально-таки пеленой падали изо дня в день, показали, что жители-то не очень у нас активные. Мало где выходили сами и чистили свои дворы, хотя бы у своих подъездов и так далее. Как активизировать? Есть какие-то способы, методы, чтобы подстегнуть жителей, чтобы они сами были настолько активны? Ведь нужно понимать, что это реальные деньги, реальный проект. Реально можно что-то где-то сделать для себя, прежде всего. Как их подстегнуть? Я думаю, что, прежде всего, конечно, должны быть активны старосты домов, руководители управляющих компаний, которые совместно на встречах с жителями того или иного дома, если это ТСЖ, то это руководители ТСЖ, приглашать на собрание, встретиться, поговорить. Давайте решим сами, а что нам нужно важнее всего сделать в этом дворе. Либо это площадку детскую, либо подъезды, как я говорил, либо заасфальтировать дорогу. Поэтому это в основном... Ну как активизировать? Активизировать – это иметь желание. Если люди имеют желание улучшить положение в своем дворе, то они обязательно в этом активно примут участие. Если желания такого нет, да, по принципу опять с нами тот, кто все за нас решит, не получится. Надо все-таки самим проявлять интерес, самим проявлять активность. А финансовые ресурсы будут давать государство. И те люди, которым положено будет делать, да, они будут это уже выполнять согласно проекту, который будет выполнен, сделан специализированными организациями по тем вопросам, по тем запросам, которые скажут жители. Вот касаемо специализированных организаций, это будет конкурс среди них? Конкурс. Кто это будет делать? Это будут конкурсы, конечно, потому что это будут, во-первых, конкурсы по поводу того, что есть определенные сроки. Вот до 1 марта мы должны сделать, заключить соглашение с Минстроем. До 1 апреля должны уже определиться все заявки полностью. Все время это не так много. Да, ну потому что вот все заявки. И до 1 мая, по сути своей, должна уже определиться специализированная организация и к 1 июня мы должны начать работу. Потому что и тоже у нас редко зима, лет это короткое. Поэтому, конечно, и вот даже эти сроки, понимаете, они уже, почему я и говорю, что деньги, даже если не будут, ну вдруг не успеем что-то освоить, да, потому что в той или иной причине, потому что кто-то заявку сделает более широкую, серьезную, да, там придется выполнять уже объемный характер работ. Тогда, конечно, это будет перенесено и на следующий, на 2018 год. Но это, я не думаю, что это много таких объектов будет, потому что мы должны все-таки максимально те суммы, которые нам выделены, 200, вот я уже говорил, порядка 280 миллионов, мы должны выполнить в этом году. Максимально из этого объема. Уже можно говорить о каких-то муниципалитетах, у которых глаз горит уже? Нет, есть уже, есть уже и в Котласе уже подготавливают уже заявки, уже и сами жители там чуть ли вплоть до того, что помогают софинансировать, как мне рассказывают. Есть и в Архангельске, уже нам прямо в партию пишут, уже нам заявки направляют, пока мы, правда, не собираем эти заявки, потому что это идет несколько по муниципалитету заявки, и там будут объявлять об этих заявках. Ну, да, уже активно, уже очень восприняли это очень положительное население, и поэтому, конечно, не все дворы получат деньги, это тоже нужно понимать, да, что какой будет проект, Но хочешь жить, уме вертеться. Да, нужно просто активно поучаствовать и сделать хороший проект, хорошую заявку, и вполне возможно это будет в этом дворе как раз и реализовано. Виталий Сергеевич, еще один проект об устройстве парков и скверов в Архангельске, вот их не так много. На что деньги? Ну, я хочу сказать здесь, этот проект для городов менее 250 тысяч человек, поэтому Архангельск здесь как-то может и не попасть в этот проект. В это число, да? Да, да, это больше возможности попасть в этот проект. Северодвинск, Котлас, Коряжма, Новодвинск, города с населением меньше 250 тысяч человек. Поэтому каждый проект партийный, да, он определен для определенной категории городов. Ну, все равно их реализация возможна на территории нашей области. Да, 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 обязательно будут туда выполнять. У нас уже два проекта. Уже финансирование определено. И театры малых городов у нас, и Новодвинск, и Северодвинск, и Котлас уже получили финансовые ресурсы. По домам культуры, сельским домам культуры. Мы тоже уже знаем определенную сумму, и знаем точно, кому это будет. Потому что уже прошли конкурсы, и те муниципалитеты, которые подали заявки по сельским домам культуры, они уже, эти заявки приняты, и сейчас делаются либо заявки на приобретение оборудования, либо сметные расчеты, локальные сметные расчеты идут по ремонту наших сельских домов культуры. Поэтому 16 сельских наших населенных пунктов получат эти деньги. И может быть и жизнь там как-то активизируется? Ну, конечно, потому что ведь, знаете, особенно на протяжении многих лет клубы и дома культуры в сельской местности не очень ремонтировали. И закрывались. Даже косметика. Хотя, вот через ТОСы, многие, через территориальное общественное самоуправление, многие населенные пункты, организовывая ТОСы, свои получали гранты от области, и свои клубы косметический ремонт сделали, приобретали оборудование. Поэтому я бы не сказал, что совсем уж у нас плохо. Потому что там, где активные люди, там, где совместно с местной властью хотят сделать, то везде это делается. А сегодня просто этот партийный проект еще в большей степени позволяет нам в сельской местности Дома культуры, центры, которые, по сути, являются вот таким культурным общением людей. И там работают наши настоящие подвижники, люди, которые очень искренне занимаются и сохранением нашей культуры. Это и у нас, и наши хоры, которые в сельской местности очень распространены. И много кружков в этом, и много детей занимается в Домах культуры. И библиотеки часто, и детские, и взрослые библиотеки часто расположены в Домах культуры. Конечно, поэтому мы очень серьезно отнеслись именно к этому проекту. Ну, зачастую на селе это единственное место, куда можно прийти и пообщаться. Да, конечно. И опять же мы приходим к тому, что все идет снизу, грубо говоря, от самих жителей, от их инициативы и так далее. Да, такая наша жизнь сегодня. Поэтому мы должны четко понимать, что мы совместно. И есть государственная поддержка, есть взаимоотношения с теми же дворами, с управляющими компаниями ТСЖ. Становление управляющих компаний все-таки идет. И уже, по сути, после лицензирования управляющих компаний стало больше добросовестности в их работе. И поэтому, конечно, со всеми вместе мы должны содержание нашей среды обитания, нашего постоянного общения, где есть, конечно, мы должны улучшать. И только вместе. Главное не лениться. Да. Виталий Сергеевич, а насколько вот сложно и каков вообще механизм? Наверняка приходится в Москве вот эти вот 280 миллионов, например, да, которых мы говорили, каким-то образом защищать, доказывать, что региону нужны эти деньги. И в этом очень активную позицию занимало наше Министерство строительства Архангельской области, заместитель представителя правительства Шестаков Андрей Геннадьевич. Очень активно работает с Министерством строительства нашего Российской Федерации. Поэтому непростая ситуация, но здесь действительно сейчас построена работа нашего регионального правительства правильно. И поэтому мы имеем возможность своевременно давать заявки, мы имеем возможность своевременно определять коммутации с федеральным правительством и имеем возможность получать. Поэтому вот мы, по сути, по всем четырем проектам, мы имеем финансовые ресурсы, а это говорит о том, что мы активны в своей работе. Активность — это хорошо, активные жители — это еще лучшее. Архангельская область на сегодня способна освоить эти деньги? Да. Я думаю, да, потому что вот даже сейчас мы же готовимся к Арктическому форуму, и вот уже видно, как работают в разных сферах. В разных сферах мы идем в подготовку к тому, чтобы достойно принять наших гостей. Поэтому жизнь в Архангельской области кипит, и я хочу сказать, что, может быть, не все еще сделано. Конечно, многое не сделано, но многое и делается. И поэтому, если мы совместно в своих домах будем наводить порядок вместе с властью каждой из нас, жителей, а власть будет своевременно чувствовать и обратную связь от жителей иметь, а на что нужно обратить внимание? Это и автобусы, это и дороги, это и дома культуры, и подъезды к нашим больницам, это и в больницах наших очередей, да, это все, вот это качество нашей жизни, качество нашего государства. И поэтому, конечно, сегодня мы на это обращаем самое внимание, большое внимание именно те, кто принимает решения. А принимает решения во многом правительство и партия «Единая Россия», большинство которой имеется в Государственной Думе и в областном собрании. Виталий Сергеевич, я благодарю вас, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в студию. Я думаю, что в следующий раз мы обсудим другие партийные проекты, которые тоже есть у «Единой России». Да, они идут, их много. Спасибо еще раз. Секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» Виталий Фортегин был сегодня у нас в гостях. Спасибо, что были вместе с нами. До встречи на 13 этаже. Редактор субтитров А.Семкин